Случалось ли вам слышать пение рано утром в лесной чаще? Пение такое удивительное, такое звонкое, от него поднимается настроение. В чаще, где сосна и ель, свист серебряная трель начинается по заранку рыжегрудая зарянка. Небольшая птичка из отряда воробьинообразных семейства мухоловых, рода зарянок. От слова заря и пошло название этих пернатых. Вот что гласит легенда. В Вифлееме у люльки, где лежал младенец Христос, вдруг погас очаг. Ночь стояла холодная, и чтобы ребенок не замерз, Богородица попросила лежащего рядом быка согреть колыбель своим теплом, но крепко спал бык и просьбу не услышал. Богородица обратилась тогда к ослику, однако и он устал за день и тоже крепко спал. Вдруг в окно хлева влетела небольшая серенькая птичка, подлетела к очагу и взмахами крыльев раздула огонь. Иисус согрелся, но искры и языки пламени обожгли грудь храброй птички. Дева Мария спасла пташку, а Господь в благодарность за помощь его сыну позволил носить опаленное оперение, как отличительный знак, чтобы все знали, зарянка Божья птичка. Серо-оливковая, почти бурая спинка, такой же хвостик и голова, белая брюшка и необычайно яркие щеки, шея и грудь от алого до кирпичного. Не случайно существует еще одно известное имя зарянки – малиновка. Зарянки очень любят уединение. Это проявляется абсолютно во всем. Они живут поодиночке, совершают сезонные миграции сами по себе, добывают еду тоже сами, не стаями. Среди природных мест обитания выбирают леса глухие и заваленные. В былые времена хранители традиций считали, что поселившаяся рядом с домом птичка-зарянка приносит счастье. Она по поверьям охраняла жилищи от пожаров, ударов молний и прочих бед. Разорение гнезд зарянки наказывались. И сегодня мы вместе нарисуем эту чудесную птичку. Зарянка будет сидеть на веточке рябины, ведь она так любит эти ягодки. Для начала нам понадобится простой карандаш. Сначала надо наметить, где у нас будет располагаться зарянка. Намечаем границы сверху и снизу, примерно по серединке листа, и намечаем овальчиком. Легким нажимом карандаша прорисовываем веточку по диагонали, прямо под овалом. Намечаем целую гроздь рябины общей формой, можно овалом, можно кругом. Голова и туловище птички имеют форму круга. Сверху голова будет поменьше, и снизу брюшко достаточно большого размера. Также имеет круглую форму. Намечаем, нажимаем на карандаш легонечко. Далее начинаем уточнять форму туловища и форму головы зарянки. Немного сверху уменьшаем, убираем объемчик. Соединяем плавно с брюшком, шейкой. Начинаем уточнять ягодки рябины. Они небольшие, такие маленькие, кругленькие ягодки. Лучше делать разные формы. Намечаем. Здесь я измеряю размер головы по отношению к брюшку. Примерно два раза влезает. И снова уточняю. Сверху подрезаю немножечко макушечку. Брюшко. С левой стороны добавляем крыло, которое имеет форму капельки. И легкими движениями прорисовываем перышки. Чуть-чуть уменьшаю снизу брюшко. И снова уточняю по размеру. Стираем все лишние линии, чтобы они нам не мешались. Продолжаем уточнять. И нарисуем две ножки. Это прямые линии снизу от брюшка, примерно посерединке. Одна ножка, пальчики к ней и вторую ножку. Рисуем глазик посередине нашего верхнего кружочка. Глазик имеет овальную форму. И справа от глазика дорисовываем клювик. Похож на треугольник. Такой тоненький-тоненький треугольник. За этой птичкой мы как будто наблюдаем снизу. Стираем лишние линии. Уточняем глазик. Сверху на глазике рисуем блик кружочком. Это самое светлое место на глазике. Уточняем перышки. Сверху от крылышка рисуем хвостик, который имеет форму вытянутого треугольничка. Намечаем на птичке цветовые части. Сверху брюшко будет оранжевое, красное, так же как и голова. Уточняю светлую каемочку под глазиком. Легкими движениями карандаша прорисовываем веточки справа. Добавляем так же немножко веточек у рябинки. Дорисовываю ягодки. Добавляем листья рябинки. Так же они у нас похожи на такие капельки. Располагаем их в совершенно разных местах, там, где у нас находятся веточки. Не надо рисовать листики в ряд по веточке. Просто хаотично располагаем их справа. И прежде чем приступить к акварели, стираем все лишние штрихи. Итак, на голове, сверху и крылышках птичка имеет серый цвет. На брюшке красный, оранжевый. И снизу на брюшке уже такой серовато-белый. Здесь у нас будет красная рябинка и зеленые листики. И прежде чем начать рисовать в цвете, прокрываем нашу птичку простой водичкой, прозрачной. Голова и сверху брюшка птички имеют красный, оранжевый окрас. Намешиваю красный цвет на палитре. И начинаю прокрывать шейку красненьким. Пробую смешивать с желтым. Красный получается оранжевый. И добавляем мазочки сверху на брюшко. Оранжевый, красивые мазочки у нас должны получиться. Акварель будет красиво растекаться по брюшку. Замешиваю малиновый. Добавляю чуть-чуть пониже. И на саму голову. Аккуратно обходим места с клювиком. Под клювиком делаем чуть-чуть темнее. Сразу малиновым можно уточнить более темные места. И чуть-чуть над глазиком будет красный. Красный. Добавляем более темный малиновый слева, снизу. Так мы придадим объем на шейке. И еще раз. Берем малиновый и алый цвет и прорисовываем красные ягодки рябины. Оставляем блики обязательно. Опять же, блики это самое светлое место на предмете. У рябинки блики округлые, белые. Редактор субтитров А.Семкин Далее приступим к крылышкам и головке слева. Они у нас будут серые, но мы намешаем черный с фиолетовым или синим для большей живописности. То есть не просто серый цвет, а также будем добавлять разные оттенки. Можно немножко охрочки сверху на шейке. Так мы сделаем работу более цветной. Здесь используем синий цвет на крылышке. Пока что слабенько заливаем с водичкой по форме крыла. Намешаем коричневый цвет, чуть-чуть черненького в него и прорисуем тени под крылышком. Аккуратненько. И хвостик такой коричневатый получится у нас. Обращайте внимание, как красиво растекается акварель у вас на работе. Голубенький мы рисуем снизу брюшка, чуть-чуть добавляем серенького и немного охры. Более темным добавляем на шею мазочек. И прорисовываем полосочку у клювика. То есть посерединке линию. Темным цветом, черным либо темно-коричневым, рисуем глазик тоненькой кисточкой. Стараемся не потерять блик. Но если потеряли, то потом можно будет его уточнить либо белой ручкой, либо белой гуашью, тонкой кистью. Коричневым цветом аккуратненько прорисовываем лапки, ножки нашей птички. Пальчики. И сразу уточняем веточку. Где-то сделали полосочку и прервали ее, как будто она у нас уходит вдаль. Уточняем веточки справа, легкими движениями, сильно не нажимая. Обращайте внимание, что чем сильнее вы нажимаете на кисточку, тем толще становится линия. И чем легче нажимаете, тем линия тоньше. Добавляем зеленые веточки справа. И с помощью прикладывания кисточки мы добавляем листики. Легкими-легкими движениями. Не обязательно прям каждый листик в этой работе прорисовывать. Добавляем веточки, листики у рябинки. У веточки, на которой сидит птичка. В хаотичном, в разном порядке. В коричневом цветом прорисовываем веточку, которая идет к ягодам рябины. Веточка, на которой у нас крепятся все красные ягодки. Также легкими движениями. Этим же коричневым цветом немного можно утемнить под клювиком внизу, полосочку сделать. И добавить штрихи у крылышек. Аккуратненько. И смотрим, где нам не хватает еще листиков. Добавляем голубовый цвет. Аккуратный фон. Аккуратными легкими мазочками. Обязательно разбавляем водичкой в большом количестве. И проверяем на палитре. Какой же цвет у нас получается. Насколько он яркий. А может быть он слишком темный. Если слишком темный, то добавляем больше воды. И проходимся по фону. Добавляем изумрудные, голубые, синие, фиолетовые оттенки. Чтобы окружение, наша птичка была красивая, живописная. Даже в природе мы видим много разных оттенков. Аккуратный фон. вернемся к нашей птички более темно-синим снизу прорисовываем брюшко добавляем тень берем более тонкую кисточку черный цвет чуть-чуть у него добавляем синенький еще разочек пройдемся по крылышкам и легкими движениями добавим крылышки как бы немножко обведем черным цветом еще разочек прорисуем глазик чтобы он стал более темным более четким и внутри клювика посерединке чуть-чуть можно добавить на ножки тень на веточки на пальчики более темным фиолетовым прорисовываем шейку и плавно растягиваем сверху на голову там где у нас красная брюшка добавляем еще немного малинового цвета снизу аккуратненько растягиваем нашу красочку более темным красным цветом прохожусь под клювиком и и снова снизу брюшка уточняю еще разочек нашу рябинку с теневых сторон аккуратненько и тонкая кисточка темно-коричневая цветом прорисовываем клювик по контуру сам клювик у нас светлый белый а вот снизу и сверху моего немножко обводим темно-коричневым удлиняем хвостик слева еще раз добавим тень добавляем еще немного веточек у рябинки мы прорисовываем всю картину в целом они только лишь отдельные кусочки и снова смотрим где у нас не хватает листиков для нашей композиции и 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 если потерялся блик на глатики можно взять белую ручку и аккуратненько еще раз его добавить и точно также можно использовать гуашь тонкой кисточкой берем белую краску и аккуратненько добавляем блик но желательно в акварели белые места не терять для большей свежести ну а белым цветом в акварели у нас служит белый лист я заметила что брюшко у моей зарянки было недостаточно округлая и также добавлю округлый объем справа с помощью алой красочки аккуратненько если у кого также получилось добавляем вот такая чудесная большегрудая зарянка у нас получилось желаем всем творческих успехов с нетерпением ждем ваши работы на почту которая указана на экране